Всех работниками сада поздравляем от души. Мы за вас сегодня рады, рады наши малыши. Распитатели и няни, и, конечно, повара, принимайте поздравления прямо с самого утра. Мы вас очень и очень любим. Труд у вас, конечно, труден. Пожелаем только счастья для души и здоровья нашей семьи. С большой сцены Дворца культуры малыши из детского сада номер 22 дружно поздравили с праздником своих наставников. Ведь повод самый серьезный. В Артеме отметили День учителя и День работника дошкольного образования. Подарком стал грандиозный праздничный концерт. А между номерами для всех педагогов округа звучали поздравления. Глава Артема Александр Авдеев от души поблагодарил учителей за их бесценный труд, за наставничество и высокий профессионализм. В этот день всем мы поздравляем своих любимых наставников, здоровых, мудрых, спокойных, способных найти ответы на любые вопросы. Тех, для кого взрослые, солидные люди остаются осорными мальчишками и девчонками. Дорогие педагоги, искренне благодарю вас за труд, за терпение, за ваши горячие сердца и миссии кайной артемии. Желаю вам крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия, новых побед, талантных и благородных учеников. От себя лично скажу, что администрация Артема Александровского постарается выполнить все те обещания, которые мы вам дали, и совместными усилиями решить многие проблемы, которые у нас существуют. Спасибо вам за ваш должность и труд. По ставшей теперь уже доброй традиции на торжественном собрании, Александр Авдеев вручил трём педагогам ключи от служебных квартир. Обладателями заветной жилплощади стали учитель информатики и математики школы номер 19, мама троих детей Юлия Богданова, учитель начальных классов гимназии номер один имени Сайбеля Татьяна Мороз и учитель английского языка школы номер 10 Юлия Цой. Ряд педагогов был награжден почётными грамотами и благодарственными письмами. Благодарственные письма главы Артёмовского городского округа вручаются Баклановой Али Васильевне, воспитателю Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Валандина Наталья Сергеевна, помощник и воспитатель детского сада номер 37. Работа доставляет удовольствие. Я, наверное, ещё люблю свою работу, потому что с детства себя готовила к этой трудовой деятельности и всегда мечтала быть учителем. Какие наши сегодня дети? Они разные, они очень интересные. Кто-то творчески подходит к своей учёбе, кто-то, ну, наверное, ленится чуть-чуть, но они все интересные. Свою признательность виновникам торжества выразил председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Мне приятно находиться сегодня в этом зале с представителями самой благородной профессии на нашей земле. Как-то один мудрец сказал, что всё человечество проходит через руки учителей. И действительно, в эту профессию приходят самые высокообразованные, инициативные, творческие и идущие впереди своего времени люди. Именно такие могут и должны заниматься воспитанием подрастающего поколения, воспитанием нашего будущего. Также педагогов тепло поздравил председатель Думы Артёма Анатолий Бадль. Сами учителя и работники сферы образования признаются в любви к своей профессии и к детям, которым многие годы дарят свои знания и опыт, частицу своей души. Дети сейчас намного активнее, чем мы когда-то были. Больше знают, у них больше интересов. Есть, конечно, моменты, которых очень сильно отвлекают. Это соцсети, я не отрицаю, но, тем не менее, они какие-то более развитые, что ли. Я очень люблю свою работу. Особенно мне нравится приходить в школу, когда тебя встречают детишки, они бегут, прям все здоровые, радостные. Детям очень нравится в школе. Сейчас дети современные, они более пытливые, они больше знают, они больше хотят узнать. Более коммуникабельные, они более подробнее работают с различной информацией. Очень интересно с ними работать. Они такие любознательные, всегда спрашивают, вот, почемучки. Луиза Сызоева, Илья Тишкин, Даная Михайлова. Городские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова